Зинаида Петровна, а что это я всё суп ем-ем, а тефтели так и не попадаются? А вы посмотрите у дальней стенки кастрюли. Эрнец Кемингуэй, острова в океане. Дорогие друзья, смак на первом канале. У нас в гостях сегодня очаровательная, весёлая, лучезарная Татьяна Лазарева. Давайте поаплодируем. Татьяна, ну здравствуй. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Татьяна. Что вы принесли нам? Татьяна, пришёл к вам с перцем я. Пять перцев разного размера. Назовём это группой Скорпионс, почему-то. Рэдхуд чили пеппер. Что мы сегодня будем готовить, Таня, с твоей помощью на нашей столь разноцветной связи с твоим приходом к кухне? Подготовились вы, Иван. Да. Мы будем готовить, ну будем готовить, это смело сказано. Я не очень часто готовлю, Иван, но для вас сделаю исключение сегодня. Хорошо, но у нас сегодня тут будет что-то будет сложнее. Делать, пытаться делать роллы, они называются спринг-роллы. Поправьте меня на правильный акцент английский. Потому что мы были во Вьетнаме и брали там кукинг-класс. Значит, друзья, Татьяна с семьёй, с большой семьёй дружной, отправилась во Вьетнам. То есть, повторив маршрут американских солдат 1967 года. По 75-й. По 75-й. Татьяна отправилась в туристическую поездку, тем не менее, в отличие от многих наших туристов, Татьяна пошла на кулинарные классы в Вьетнамске. Да, смотри, что происходит. Это должно такое вот сейчас быть? Ты открыла и стала всё загибаться. Для вас, Иван. Что это происходит сейчас? Это рисовые, я так понимаю, то, во что мы будем заворачивать, да? Да, это такие рисовые лепёшки, они такие, с ними нужно быть аккуратным, потому что когда они сухие, они очень хрупкие. Потому что мы с Софей поехали не просто взяли кукинг-класс, мы поехали на велосипедах на рынок местный, вьетнамский. И там было трудно мне, Иван. Там крыши были где-то вот так, да, там такие крыши, потому что там дожди много, поэтому я ходила на рынке и как бы всё время присматривалась к продуктам. Где у вас кефир, мужчина? Слушай, подожди, они сохнут, да? Они как-то начинают скукоживать. Значит, и ты-то привезла прямо вот эту? Да, надо сказать, что ничего такого специального в Вьетнаме, специи каких-то там ничего нет. Там абсолютно мята, значит, кинза, которая здесь, а вот кинза у них, зелёный лук и, собственно, всё. Значит, спринг-роллы... Они бывают сырые и бывают, как бы, жареные. Мы будем готовить сырые. Ну, спринг-роллы, насколько я понимаю, они могут быть с овощами, с курицей, с чем-то. Мы с чем будем готовить? Мы будем готовить с креветками, и там готовят с креветками и со свининой. Ну, учитывая Ивана... Спасибо, что вы учли. Я приготовила говядину. Иван, думаю, что вы... Тогда я предлагаю, Таня, знаешь, что я тебе... Михаил меня приучил. Поставить варить говядину. Давайте. Так, и что нам, Таня, нам нужно просто отварить кусок говядины. Просто отварить кусок можно даже не солить, и, кстати, нужно даже не солить. Знаешь, что я только и предлагаю сделать? Поскольку нам бульон же не нужен. Нет. Раз нам бульон не нужен, мы его домой заберём. Мы можем заливать говядину сразу... Кипятком. Сразу кипятком. Для того, чтобы заливать говядину кипятком, нам нужно этот кипяток сделать. А как без помощи чайника сделать кипяток? Ну, собственным телом греть глупо. Ну, что, греть воду, что ли, собственным телом? Как дурачки? Ну, это... Даже два дурачка не способны нагреть воду. Нет, я имела в виду нас с вами. А, извините. Так, друзья, значит... Это волшебный чайник у вас. Волшебный чайник, это абсолютно право. Значит, друзья, любую воду для любого чая мы можем вот тут есть для зелёного чая. Скажите, ну, мы же будем мясо варить. Для мяса ничего так нет. Поэтому просто нажимаем вот стопроцентное, в смысле, стоградусное, да? Вот смотри, я нажал, загорелось, старт. Оп. Всё. Что-то дальше... Тань, и тишина. Дальше тишина. Давайте послушаем тишину. Послушаем тишину. Значит, мы мясо, в принципе, можем положить уже сейчас в кастрюлю. А ты умеешь его включать? Ну, дело в том, что пока не закипит чайник, включать мясо в кастрюлю... Оно будет несколько жарено. Тань, теперь я предлагаю перейти, собственно, к... Я волнуюсь. Да, мне нужна водичка. Дай мне вот эту водичку с волшебным названием аквафор. Сколько нужны водички? Ну, так, просто, чтобы руки обмакнуть. А, вот так? Да. Так. И теперь мы руками будем делать всё дальше. Подожди, ну, руками. А нам нужно сделать... Может быть, нам сначала сделать всю начинку? Не надо? Или прямо вот так? Точно! Вот всё-таки, Иван, не зря ты ведёшь эту программу. Слава тебе. Я не смогла бы, потому что я уже половину забыла. Давай, тащи креветки. Тащи креветки. Сможешь отличить? Ну, креветки... А, тогда давай я буду резать морковку. Креветки можно мы отварим? Я не знаю, даже вот здесь. Ну, креветки надо варить очень быстро. А их нам много-то не надо. Это достаточно вполне. А сколько нам уже креветок? Ну, штучки четыре мы возьмём. Или даже три. Ну, четыре. Три-четыре креветки? Что-то ты прямо так... Одну отдадим продюсеру. А что, Татьяна, ну вот расскажи, ты впервые была во Вьетнаме? Да. Самое главное впечатление... На самом деле, меня поразило то, что в музее американской агрессии, который там есть, в городе Хо Ши Мини, бывший Сайгон, очень много посетителей в этом музее, его даже не стали так больше называть, музей американской агрессии, он просто называется музей войны. Музей войны? Ну, так, мне кажется, им кажется, что так... Им множество посетителей? Много американцев. Так. Там самолёты стоят, и прямо настоящие вертолёты. Всё находится там. И причём добрые вьетнамцы абсолютно уже простили американских захватчиков. И как-то их даже любезно фотографируют на фоне соплеменной техники. Как понять, что чай закипел? Чайник. Ну, чайник с водой закипел. Так. Есть много разных способов. Можно опустить руку. Пар вот идёт, я вижу. И по высоте ноты крика определить, насколько... Температура. Температура. Пап! Как деликатно. Как деликатно. Не надо руку. Закипела у нас вода. Я зажигаю огонь. Ох ты. И мы заливаем мясо. У тебя ловко. Ой-ой-ой. Всё. Всё. И мясо накрываем крышечкой. И тоже потом снимем пеночку. Всё. Мясо у нас варится. Мясо должно быть просто варёным мясом. Да? Для... Да-да-да-да. Для мокренности. Для начинки в спрингровой. Да. Ты умеешь, ещё раз спрашиваю, резать морковку? Всё зависит от того, каким способом и как нужно резать морковку. Тоненькими такими. Может, мы прямо вот этими штуками великолепно её... Нужны... Ну как, соломка вот эта классическая, восточная, вьетнамская, китайская, как они это делают, я не знаю. Ты знаешь, я думаю, что мы сейчас будем это пробовать. Их нужно пополам прямо, они не нужны нам такие длинные. Мы режем пополам. И сейчас, я так понимаю, мы должны это нарезать... О, вот. Посмотри. Прекрасный вам. Ну, эту морковку, это не так просто такое. Вот посмотри. Вот, да, вот такие штукки. А потом мы вот это превращаем в соломку. Да. Давай так, я буду нарезать вот это, а ты превращай это в соломку. А я буду делать. Ты же ходила, платила деньги. Или ты бесплатно. Или кукинг-классы это было бесплатным приложением к путёвке, и поэтому ты пошла туда. Нет, я честно пошла и заплатила своей... Знаешь, сколько стоит один доллар во Вьетнаме? 26 тысяч ндонгов. И когда ты меняешь, 100 долларов даже не меняют тебе, потому что тебе никуда девать. Ндонги? Ндонги. Можно только 50 поменять, но чувствую себя просто королём. Вань, можно нарезать ножом вот? Да, я тебе... Вот смотри, я могу тебе предложить вот такой нож, могу тебе предложить нож побольше. Какой ты хочешь? Дай побольше. А кстати, этот нож, кстати, вот он специально режет... Мне кажется, он должен резать... Моркву. Ну-ка. Да. Смотри. Вот это? Вот это? Или это слишком... Это я называю настоящая вьетнамская морковь-соломка. Покажи, ребята. Молодец. Некоторые используются в качестве помазка. Когда красят? Ну, когда красят волосы. Слушай, ну мне... Мне самое сложное. Мне предстоит продолжить как-то это... Я не знаю, подожди, сейчас, секунду. Я сделаю... Вот так вот, сейчас. А нет у вас рядом какого-нибудь ресторана? Мы, может быть, сходили без... Саня, а вот у вас в семье, кстати, какая популярная... Самая популярная кухня? Михаил даже за последнее время настолько... Он любит итальянскую кухню, что даже научился варить спагетти. Он покупает соус песто и варит спагетти. И дети очень рады. Когда Михаил варит спагетти? Да. И мы очень это дело любим, уважаем. Так. Закипело у нас мясо. Подожди, подожди. А, мясо. Отлично. А креветки... А вода закипела? Вода для креветок сейчас вот закипает. Закипает. Так. Ну, я предлагаю креветки варить все-таки в полном туловище. Правильно выразилась? Ну, я имею в виду, не рвать их вот такими живыми еще на куски. Сначала сварить. То есть, мы сначала креветки варим, потом чистим. Потом чистим. Да. Хорошо. Так. Что нам еще нужно подказать? Мяту нам нужно как-то... Вот я хотел тебя спросить. Ты знаешь, нарвить немножечко. Просто нарвать... Мелкими. Листья. Да, листья, и их еще вот так вот еще поменьше. Сейчас мы все-таки все сделаем. Да, но самое же еще важное, это соус, в который нужно эти роллы макать, чтобы съесть. Уж не для этого ли мы принесли вот это безумное количество ядреного перца? Да. Туда нужно добавить красный перец чили и чесночок. А вот чесночок... И соевым соусом все это залезет? Нет, не соевым, а рыбным. Рыбный соус. Рыбный соус разводится водой причем. Он не чисто рыбный соус. Потому что мы же все-таки с тобой люди, обогащенные детьми огромным количеством. Обогащенные ураном и лукцем. Поэтому мы рассчитываем, что дети это тоже будут есть. А что понравилось больше всего детям во Вьетнаме? Детям во Вьетнаме больше понравился бассейн, конечно. Что им еще может понравиться? И сахарная вата. И сахарная вата. Больше ничего не нравится. И сахарная вата. В какой бы стране мира это ни происходило. Сахарная вата. Так, значит, послушайте, друзья. Кулинарные классы, которые посещала Татьяна Лазарева вместе с дочерьми. Одной. Соней, да? Да, Соней. Значит, а что это вы так... Ты не порвал меня, потому что... Подожди, а может быть порубить вот этим же порубить? Нельзя ножом зелень рубить, говорят. Так, теперь берем еще кинзу. Кинзу. Где она? Вот она. И так тоже ее типа от... Отряхала им от стебли. Ой, там же еще была прекрасная поездка в аквапарк. Роскошный, огромный парк. Украшенный какими-то статуями. Огромного размера. То есть такой ВДНХ, но такой вот восточный. Там такие драконы. Очень смешно. Но, как выяснилось, там он был на ремонте, и не было воды. Ну, это... Это пол-дела. Вот, поэтому мы приехали туда. Все. Какая... Я понимаю, почему детям понравился бассейн. Вот же все. Там были еще аттракционы. Они очень ездят медленно. То есть американский Горкин, который отправил Степана, Софью и Михаила. Они пришли такие, говорят, ну... В общем-то, страшно, конечно. Можно было и побыстрее. То есть она очень медленно поднимается в горку и также медленно, аккуратно спускается вниз. Люди медленно кричат от страта. Ну, Антонина, знаете, была довольна. Ей три с половиной года. Она счастлива, когда что-то просто вот так вот крутится или вот так вот двигается. Она садится сверху и ей просто вот ну кайф. Все. Что происходит у нас? У нас мясо варится. У нас пекет вода. Давайте-ка мы сварим. Это музыка. Сварим-ка мы креветочки. Музыка. Сколько нам штучек? Четыре, бросьте. Мы же их не солим, правда ведь, Иван? Так, Виктор, Николай Павлович, Ольга Дмитриевна, я все креветочки по именам. Ольга Дмитриевна с усом, с каким? Ольга Дмитриевна, луса-то. Анжела, ее сестра из Брянска. Это пятая уже. А их нельзя разлучать, это сестра Анжелы. Ну, еще одну. Ну, еще одну. Ну, и Вика в конце, все. Татьяна, если я, давайте я подведу некий итог. У нас мелко порванная руками Танины кинза. У нас мелко порванная моими грубыми руками мята, нарезанная по схеме вьетнамских мастеров соломка из моркови. Варится мясо, варятся креветки. На секунду, Татьяна, я вас покину. У нас короткая рекламная пауза на Первом канале, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что просекко в переводе с итальянского означает лесоповал. Дорогие друзья, с мат на Первом канале. У нас в гостях сегодня Татьяна Лазарева, и мы готовим вьетнамское блюдо спринг-роуз. Весенние крутыши. Кручоники, скажем так. Весенние кручоные. Татьяна, мясо, как вы думаете, сварилось у нас? Ну, креветки, по-моему... Вынимайте креветки. Можем вынимать. Знаете что? Я откину-ка я креветок на дуршлаг. Через плечо предлагаю. Перекинуть креветки через плечо? Старинная вьетнамская. Так. Вот они, креветки. Креветки у нас должны некоторое время провести... Ничего себе, пластиковый дуршлаг кипячком. Поверьте мне, Татьяна. Мы... До нас доходит немного образцов письменности креветок. Но те редкие случаи, когда мы читаем письма креветок... Они не спорта не против. Они пишут друг другу письма такого свержания. Жить готова везде, но погибнуть хочу, откинувшись на пластиковый дуршлаг. Так, креветки у нас остывают. Теперь мясо. Так, что с мясом? Татьяна, ну как вы все... Все, 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 понимаете. Думаете, все прямо? Сейчас я посмотрю, но оно... Очень прекрасное мясо. Все очень прекрасное мясо. Да. Да, мясо вот можно точно. Мясо на дуршлаг откидывать смешно. Это смешно? А вы все делаете смешно? Так. Теперь соус. Нет, соус потом. А нет, сейчас соус, чтобы он чуть-чуть настоялся хотя бы. Иван, значит, дайте мне, пожалуйста, соус рыбный и маленькую плошечку. Итак, сколько нужно? Красавчик. Ну, давайте сто. Сто с утра никому еще не мешало. Сто? Рыбного соуса. Рыбного соуса сто? Хватит. Да на самом деле не важно сколько, потому что его все равно водой разбавлять нужно. Сколько разбавляем мы его водой? Столько же. Столько же воды? Теплой, холодной? Холодной. Извиняюсь, прямо... Холодненькой водичкой. Просто разбавляем столько же, да? Ну да, да, может еще побырше нужно. Вот так. Так. Далее. Мы мелко-мелко... Татьяна? Ой. Да? Ядреный? Подождите, давайте я это сделаю. Нет, не ядреный. Не ядреный? Ну ничего, все равно руки в глаза не сувать потом после этого. А я пока чесночок. Потому что у нас соус, он должен же эстетически еще красиво выглядеть. У него будет мелко-мелко порезанный чесночок и также мелко-красненькие такие штучки. Будет беленькая и красненькая. Вот смотрите, друзья, важное произошло событие. Татьяна! Научилась резать чеснок. Не научилась. Татьяна, не лукавьте. Вы умели резать чеснок. В пыль. И изысканно. Порошок в пыль. А я порезал... А я порезал... Полец. Вот так вот порезал тоже красный острый перчик. Но у нас не очень острый перчик, потому что мы предполагаем, что дети с удовольствием захотят поесть таких вкусных роллов. Так, значит, что мы делаем дальше? Мы в рыбный соус восточный. Сюда мы выливаем половинку. Так, да? Это всегда рисовало. Прямо сюда выжимаем. Да. И еще туда нужно сахару. Так, сахар. Тогда мы берем сахар. Сколько, Тань, нужно добавить сахара? Ну, пара ложек? Ну, сыпани. Да нет. Одной вот такой вполне достаточно. Одной вот такой ложки сейчас. Типа десертная. Ну, вот так, да? Да, 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 да. Не больше. Все. Отлично. Перемешиваем вот аккуратненько. Да. И туда бросаем вот чесночок себе. Растворяется будет сахар потихонечку. Да, давай. Допустим, растворяется себе. Чесночок и самое главное. Красный перчик чили острый. Красный перчик чили. И все это там себе начинает настаиваться, настаиваться, настаиваться. Смотри, как красота. Молодцы, да. Молодцы, да. Молодцы, чеснок. Нет, нет, нормально. Нормально по консистенции? Так. Так. Теперь нам нужно креветочки в отдельную мисочку. Сейчас мы все это сделаем. Ну что, Татьяна, перейдем. Ты давай чисти креветки, а я буду резать мясо соломкой. Да. Так, друзья, у нас сейчас, давайте посмотрим, что креветки у нас варились. У нас готов соус. У нас порезанная морковочка. У нас мята, кинза. У нас лежат лепешечки. И ждут своего часа. У нас Татьяна Лазарева непрестанно режет соломкой мясо. Я люблю резать. Непрестанно. Татьяна, вы любите, продолжайте. Друзья, у нас короткая рекламная пауза, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что эклеры в переводе с эстонского означает «А это к Валерии пришли ее друзья-офицеры». ТАПОВЭ. Мир твоих возможностей. Товарищ капитан, да я этот пролив, как свои пять пальцев, знаю. Но зачем нам этот компас? Давайте мы его лучшим местом на чачу обменяем. Из кинофильма «Гибель эскадры». Дорогие друзья, смарт на первом канале. У нас в гостях сегодня Татьяна Лазарева, с которой мы готовим вьетнамское блюдо «Весенние роллы». Крутыши. Весенние крутыши. Весенние крутыши. Да, давайте, Иван, я покажу вам, как это делается. Прошу вас, Татьяна. Давайте скукоженные штучки. Вы тоже будете делать ваши, ваши. Говорите сейчас, давайте. Итак, мы берем рисовые... Да, ну надо сказать... Они продаются, кстати. Они продаются у нас в России. Но надо сказать вам честно, я здесь попыталась сделать, они, конечно, не такие, как там. Они очень такие прям твердые. И это нужно, посмотрите, они начинают заниматься. Потому что там берут, по два вот так складывают. Здесь, когда я сделала по два, есть было совершенно невозможно такое впечатление, что ты ешь шланг резиновый. То есть ты берешь проводочками внутри, кладешь вот сюда, и намазываешь одну только лишь сторону. Водой, да? Да. Причем довольно-таки много, потому что... А нельзя положить вот сюда и намазать здесь? Можешь. Там так не делали. Все, достаточно. Ну, вот пока он такой... Жасковастый какой-то. Ну, жасковастый. Давай с двух сторон намажем водой. Скользяло? Еще нам, нами же сейчас не смотрят вьетнамцы. Может быть, скользяло. Потому что там он уверял, что это нужно обязательно с одной стороны мазать. Вот, смотри. О, ну, стало лучше с двух сторон. Все, я сделал. Так, что дальше? Значит, не будем брать второй. Так. Блин, попробуем один раз с одним. Так. Значит, берете вы салатик, я должен буду делать. Так. Отрываете вот эту вот хрустяшку. Ну, так. И кладешь его, ось, сюда, на краешек. На краешек. Так. Чтобы его хватало. Ну, допустим, так. Так. Сверху вы кладете морковочки. Так. Ну, может быть, наверное, на одном направо, может быть, вот так? Нет, нет. Почему же? Ты же вот так будешь скупать. А, вот так я буду? Я просто не понял. Все. Так. Вот это вот брак. Морковочку положил. Это брак. Вложил морковочку. Вот так быстрее они прилипают, по-моему. Дальше покрошил на все это кинзачки. Так. Тогда надо экономить кинзачки. Потом берем. Где креветки? Вот перед тобой. Берем креветки. Тель за одну. Клоем. Все. Мы ее так, как бы, слегка растопыриваем. Ну, пополам. Так. И сверху еще и мясом, чтобы уж совсем было хорошо. Такой жирный получается у спринг-ролова. О, конечно. И заворачиваем. Да, Тань? Нет. Таня. Зеленый лук. Таня. Да. По-моему, у нас просто много очень. Таня, надо. Все. Теперь берем на краюшек и уминая, уминая. Обратите внимание, какой у нас прекрасный блин. Он очень такой... Эластичный? Эластичный, да. О! Все. Берешь края, отрезаешь, чтобы это все было эстетично, опять же, вот так. А-а-а! Аккуратненько. Все. Я понял, теперь проблема моя в чем? Чики-пики. Смотри. О! Красно. Товарищи, а почему никто не хлопает? Вы смотрите, как процедает. Надо ли, как? Подожди. Давай мы это сейчас подожди на тарелочку. На тарелочку. Да. Давай, мы сейчас сделаем еще по одному. Еще по одной и по домам. Слушай, а ты смотри, красота действительно. Ты что ты кладешь, ты как люльки младенцев? Татьяна, я предлагаю сделать чай зеленый. Ты знаешь, умеешь делать зеленый чай интересный, вкусный? Есть рецептишь? Да. Тогда мы воспользуемся уникальной функцией чайника Борг. Для правильного заваривания зеленого чая. Вы же знаете, нужна специальная температура. Нельзя заваривать зеленый чай. Да. При 100 градусов. У нас есть кнопка «Грин Ти», что каждый знает, переводится как «зеленый чай». 80 градусов. Раз, два. Ждем. Я предлагаю, поскольку все-таки у нас сейчас зима. У нас же зима сейчас, Иван? Да. Зима. Да. Нам же видно, зима. Все. Смотрите, как выглядит Иван, он изможден. Покажи, как ты изможден. У него плохое настроение. Он в тени щеки. Невозможно. У меня и так полный рот мяса. Он худ. Он худ? И явно болеет чем-то внутри, но скрытно. Так вот, если мы будем добавлять в чай такой прекрасный предмет, как имбирь, вот он. Да. Не смогла найти его. Ничего. Он очень затейливый выглядит. Это имбирь. Так. И, допустим, по вкусу можно делать напиток. Его можно пить горячим, с чаем. И очень хорошо, что температура будет 80 градусов, конечно, потому что если добавляешь туда важные такие вещи, как лимон и имбирь, нужно их не убивать с так градусным вот этим вот кипятком. Когда все авитамины сразу... А! Ты готовь, я сделаю еще один ролл, а ты готовь. Хорошо. А ты, женщина, завари чай. Давай. Давай. Поехали. Кто быстрей? Дай мне маленький ножичек. Нет, а чем чистят имбирь? Ты не знаешь, что в чайном? Маленький ножичек можно почистить. У вас на курсе. Ты хочешь весь прямо имбирь? Нет. Вот как раз имбирь вот этот вот, вот тут как раз нам пригодится чеснока-давилка. Так. Потому что имбирь и давилка еще не придумали. И мы его там надавим. Так. Мелкой крошкой. Так. Туда же можно, конечно, по вкусу добавить там, например. Ну, например, мед обязательно. И, конечно, лемон. Лемон. По-нашему, по-французски. Так. И все это вы там перемешиваете, настаиваете. Пьете потом. Потому что вот почему я вспомнила, почему его зимой надо пить. Потому что имбирь – это очень хороший иммуно-то ли модулятор, то ли стимулятор. Он и модулятор, и стимулятор. Матуральный причем. Он многопрофильный продукт. Так. Значит, подождите. Ну да, все. Так. Тоже, тоже, не бойся их за… Ты все положил? Ты зеленый лук не положил? Так. Ты его сейчас не обрывай. Не-не-не, ты потом отрезаешь эти все простые. А, ну да. Он у тебя может торчать. А, да-да-да-да-да. Оп. Да? Ну, если ты ничего не забыл, то да. 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 И прям потуже, потуже. Она, видишь, какая хорошая лепешка, она не лопается и не рвется. А, красота? Да. Ага. Теперь мы делаем вот так. Вот так. Да, мы поставим маленькую мисочку. Мы сделаем еще один. Да ладно. Конечно. Остановите кто-нибудь в орган. Что с ним? Друзья, закипел наш… Он не закипел, что очень важно. Нагрелся до температуры 80 градусов по Цельсию. Так что… Ох ты. 80 градусов у нас есть. Что мы, Татьяна, делаем дальше? Дайте мне такую мисочку. Вот это хорошо. Мы в нее быстро делаем все, что хотите. Значит, я выжимаю туда имбирь, правильно? Да. Потом мы туда добавляем. М-м-м-м, как он называется? Ого! Да-а-а. Татьяна. Да-а-а. Может. Именно. Добавлять можно хоть лимон, хоть лайм, хоть что угодно. Дальше продолжаем, да, все это? Да, еще кусочек сделайте нам. Просто поменьше это. Люди же все внутренне. Сейчас на грани срыва. Из-за погодных условий. Конечно, погодных условий, да. Ладно, тогда мы берем лимон. Так, вот сюда все это. Ты знаешь, ты пока там чай заварить. А тогда ты мне скажи как, я небольшой специалист, есть зеленый чай? Ну, знаешь, в последний раз Михаил, мой муж, мы чуть с ним не развелись. Можно, наверное... Потому что он меня спросил, я ему говорю, Миш, давай чайку попьем. Он говорит, а как чай заваривать? Тут же вопрос задал Брэд Питтам. Надо ополоснуть сначала кипятком, ошпарить его? Давай, давай, это уже высшие какие-то. А это не кипяток, это 80? Ну ничего. А здесь просто для того ошпарится, чтобы нагреть чайник. Температура здесь не важна. Нагреваем. Ой, какая я сильная прям. Ну такая-то. Так. Ой, Иван. Я думаю, на этот чайник. Две. У вас какие щепотки? Покажите. Две будет достаточно, мне кажется. Так. Чай зеленый же очень сильно бодрит. Вы знали об этом? Достаточно. Заливаем. Так. Так, теперь делаем вот эту вот смесь волшебную. Не надо мяты. Меда, мяты, мяты. Бросайте. Да, листочки. Можете даже ее потоптать там. Да ладно, не надо. Иван, а можно я здесь приветы у вас можешь передавать? У нас приветы, конечно, можно передавать. Первый канал. Давай, давай. Сюда же? Это сюда. Может, сразу туда? Ну какая сеть? Ты знаешь... Удай туда сразу, Тань. Ну давай. Давай туда. А я вот это туда выкладываю. Выкладывай. Давай быстрее. А-а-а! Сладкие ручки. Так мы назовем наш чай. Сладкие ручки? Сладкие ручки. И так. Это нам не нужно. Вообще ничего. Вот из этого накоплено. Мне нужно передать приветы. Что ты мешаешь? Вы можете передать привет, кому вы хотите. Итак, дорогие друзья, мы еще сейчас будем рассказывать про рецепты, пробовать блюда, но с добрым весом. Ты мне должен подарить цветок. Вот это? У тебя другого нет? Татьяна, это вам. Мята. Да, пожалуйста, вы можете передать привет, кому вы хотите. Я хотела бы передать привет моим одноклассникам из Академгородка. Десятый Б. Сейчас уже тридцатый. Уже получается тридцатый Б. Тот знаменитый тридцатый Б. И моим ужасным друзьям. Все, они меня поняли. Я еще должна была сделать какой-то секретный знак, но я забыла какой. Мои ужасные друзья. Представляете рецепты? Тань, давай я буду повторять рецепты, а ты меня поправляй, потому что правильно ли я запомнил? Вы берете морковь, нарезаете это соломкой мелкой. Берете говядину, как мы это сделали, но можно взять свинину, можно взять курицу. И тоже нарезаете это соломкой, режете соломкой. Вы берете мяту, рвете ее на мелкие кусочки руками, берете кинзу, тоже рвете на мелкие кусочки руками. Берете зеленый лучок тоненький. И листья салата. Креветки. И креветки, которые вы предварительно сварили. И все это вы заворачиваете в заранее смоченную, специально для таких случаев, рисовую лепешку. Праздничную. Праздничную. Как мы готовили соус? О, как мы готовили соус. Мы взяли рыбный соус, азиатский, но этого нам показалось мало. Мы разбавили водой, добавили в нее мелко измельченный перец чили, добавили чеснок и добавили туда лайм. И сахар. И сахар. Потому что это соус кисло-сладкий. И все это вы по вкусу, друзья. Это сами решайте. Знаете, как говорит моя подруга Светка, все полезно, что в рот полезло. Безусловно, я активистически в этом сгублитут. Друзья, поскольку следуя совету Светки, отправим-ка мы в рот спринг-кроу. И будет нам полезно. Ну что, Татьяна? Я тоже. И ой, мы берем, макаем соус, но немного. Я могу сказать одно, друзья. Термальной обработке подвергалась только креветка и мясо. Все остальное свежее. Витамины. Вот что самое главное. Как меняется на глазах ведущий и вот эта женщина рядом с ним. Они становятся здоровее, веселее, щеки наливаются. Таня, кстати, вкусно. Вкусно? Ну правда. Вот у меня, что у меня соуса было много. Или воды мало. Татьяна, я на секунду прервусь. Итак, друзья, у нас, Татьяна, специально для вас есть... Съездила в Вьетнам? Нет, у нас, Татьяна, специально для вас есть подарки. Для вас и для вашей семьи. И первый подарок, поскольку вы с вашим мужем Михаилом часто спорите, как заваривать чай, мы даем возможность изобретательно подойти к решению этого вопроса. От нашего спонсора корзина душистого ароматного цилонского чая «Акбар», который является неиссякаемым источником бодрости, энергии, хорошего настроения, то, чего в вашей семье и так предостаточно. Вот так. Это первое. Давайте поаплодируем Татьяне. Дальше. От нашего спонсора, всемирно известного производителя посуды премиум-класса, компании Тапова, набор контейнеров «Акваконтроль. Радость. Жизнь» и кастрюля от шефа из нового премьер-каталога. Инновационные изделия Тапова – это стиль и качество вашей кухни. Ну а сейчас от нашего спонсора истинный шедевр домашней коллекции – соковыжиматель «Борг» с гарантией 5 лет. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях была Татьяна Лазарева. Татьяна. Сейчас я вернусь, мы с тобой доедим спринг-роллы. Друзья, у нас пауза на одну неделю, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что «казан» в переводе с албанского означает «Наш дедушка в молодости пользовался успехом у женщин». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова